Выборы в Южной Америке. В Аргентине эпоха Киршнеров подошла к концу. Нестер, а затем и Кристина Киршнеры закончили свое президентство. На данный момент неожиданно на первом этапе победил представитель праволиберальных кругов Маурисио Макри. И это несмотря на то, что победу предсказывали его оппоненту. В Гватемале к власти пришел, президентом стал комик. С нами на связи по скайпу из Аргентины редактор праволиберальной газеты, автор книг, провокационный писатель Китти Сандерс. Здравствуйте, Китти. Здравствуйте, Михаил. Являются ли последние новости из Южной Америки свидетельством того, что левые социалистические силы сдают свои позиции в Южной Америке? Да, однозначно. Это свидетельство тому, что наконец начал разрушаться этот левый фронт, который окружил все эти страны. Проблемы начались и у Дюмы в Бразилии, и в Венесуэле, и у Мадуро. В Аргентине ситуация подошла уже к критической точке, когда Кристина Кишнер со всем ее семейством, потому что не только она президент, но, например, ее сын Максимилиан Кишнер, он возглавляет самую крупную проправительственную молодежную группировку. Да, ее ближайшая родственница возглавляет другую проправительственную молодежную группировку, то есть она протащила всех к власти и уже 12 лет удерживает полный контроль. И вот в это воскресенье проходили выборы, причем все предсказывали, что Сеоли – это кандидат официальный, которого поддерживает Кристина от партии «Фрэнте ла Виктория». Все считали, что он победит в первом туре, потому что его рейтинги были 38-40%. А ему достаточно было 45% получить, чтобы закончить все в первом туре? Да, чтобы просто в первом туре выиграть, им нужно было набрать 45% либо 40% и иметь разницу 10% с вторым кандидатом, с Маурисио Макри. И Маурисио Макри рейтинги были 28% максимум. То есть, в принципе, все считали, что выиграет в первом же туре. И все были удивлены, когда начал лидировать Макри. Но сейчас, когда подсчитали, в принципе, все уже 97% голосов, значит, лидирует с Сеоли, но отрыв с Макри всего лишь 1,5%. То есть, будет второй тур, и у Макри просто грандиозные шансы. Еще очень важно отметить, что также шли выборы одновременно же в провинции. И в провинции победил кандидат не официалист, а Мария Видаль. Да, это ПРО. Это та же партия ПРО, от которой выделяется Маурисио Макри. Идет на третьем месте, он набрал 20%. Но его роль, это официально как бы, он тоже идет как оппозиция Кристины Кишнера. Но это кукольная оппозиция. Например, как в 96-м году, да, была фигура Лебедя, которая оттягивала голоса коммунистов. В России. Вот, Зюганова. Да, в России. И также здесь масса, у него идет такой правый имидж, да, такой диссидентский имидж. Вот, и он оттягивает голоса от Макри. Но им это не удалось. Кристина, она очень была уверена в своем кандидате. И сегодняшние рейтинги просто все газеты заполонили, что наконец-то впервые за 12 лет реальный шанс, реальные перемены. Наконец-то все изменится. Причем это все происходило на фоне... Первый раз Макри занял на предвыборной гонке, да, в рейтинге. Первое место обогнал Сциоли только после вопиющего убийства Нисмана. Только после этого, когда... Генерального прокурора. Да, генерального прокурора, который расследовал дело о взрыве в Амии. Этот взрыв произошел в 1994 году. Да, было очень много погибших. И когда прокурор Альберта Нисман нашел доказательства и стал обвинять, да, и предъявлять, показал след Ирана, да, показал, что там Кристина скрывает все это, его убили. Просто, в наглую убили. И Кристина Киршина думала все это замолчать. Но народ вышел. Это первый раз, когда вышла огромная масса людей во всех городах Аргентины, не только в Буэнос-Айресе. Был огромный марш, шли люди, плакали. Марш шел, несмотря на то, что был дождь. Целый день шел дождь. И на следующий день рейтинги Макри выросли, и он первый раз вышел на первое место. Потому что люди осознали и увидели. Кристина показала свое настоящее лицо, да, кем она является и кого она поддерживает. И тогда начала меняться общая ситуация. Естественно, официальные власти сразу же отреагировали на этот марш. Сразу же в еврейских Барио появились очень неприятные семитские карикатуры. Также сразу запустилась информация, что Нисман это предатель. И постарались привязать имя Нисмана к предателю Родины. Но в итоге у них ничего не получилось. Потому что группа Маурисио Макри, группа ПРО, партия ПРО, действовала очень слаженно и очень хорошо. Очень много было сделано ходов как довольно стандартных. То есть листовки, программы, очень много баннеров по всему городу. Велась программа индивидуальная. Но также были сделаны им шаги очень необычные, скажем так, двоякие шаги. Как, например, за неделю буквально до выборов он, Маурисио Макри, открыл памятник ПРО. Хуан Добинко ПРО – это основатель хусисиолистской центральной партии. То есть это основатель того вируса и создатель того вируса, который до сих пор уничтожает Аргентину. Это как икона для аргентинцев. Это популизм, за счет которого побеждают все. Нестор, Кристина, Киршнер – все. И когда Маурисио Макри открыл этот памятник, у людей произошел просто шок. Все, естественно, увидели, что это популистский ход. Например, Мэнам в 90-е тоже принимал определенные популистские ходы. Называл себя хусисиолистом. Говорил, что он будет продвигать все те же идеалы. И в итоге, когда пришел к власти, начал проводить приватизации. И Макри сделал тоже такой популистский ход. Многие либералы в Аргентине предрекали ему, что это могильный памятник на его карьере политика. Но в итоге оказалось, что этот шаг принес определенные результаты. Хотя, скажем так, этот шаг очень двоякий. А вот его соратник Родригес, он же победил на выборах на муниципальных, я правильно понимаю? Да. Харасио Лоретта, значит, он победил на выборах. Причем Макри несколько раз был мэром города Буэнос-Айрес. И проявил себя как человека очень ответственного хозяйственника. Ну, можно сказать, что в России это аналог как бы Лужкова. Имя Москвы с Лужковым очень сильно ассоциируется, что он заботился о Москве, строил ее и так далее. Есть такой стереотип. То есть здесь, в Буэнос-Айресе, такой стереотип у Макри. И когда он передал свой пост Лоретта, Харасио Лоретта, все были удивлены. И на выборах тоже предвещали, что победит все-таки левый кандидат, а не кандидат от ПРО, не протеже Макри. Но победил протеже Макри. И в итоге получается, что он отвоевал Буэнос-Айрес. Как бы партия ПРО начала отвоевывать сначала столицу, Кабу. Теперь, в принципе, провинция уже за ней. И даст бог, он победит на президентских выборах. Станет президентом. Поэтому шаг за шагом эта партия продвигается. Причем, очень важный еще момент, что когда произошло это убийство Нисмана, единственная партия, единственная, которая заявила, что это вопиющий случай, и что из-за этого нужно реформировать законодательство и вводить пункт об импигменте президента, это сказали ПРО. Это единственная партия, которая это заявила. Депутат от ПРО Лаура Алонсо, моя близкая знакомая, она первая заявила об этом, и потом подверглась очень жесткой критике, потому что дальше официалисты начали ответить очень жесткой кампании по поводу того, что Нисман является предателем. И, соответственно, все, кто его поддерживает, да, предатели. Но ПРО это единственная партия, у которой хватило, скажем так, силы воли, да, противостоять и отреагировать, на мой взгляд, довольно достойно на то беззаконие, которое произошло. Причем они до сих пор продолжают давить на суд, чтобы дело не закрылось. Но уже прошло около полугода, и результата до сих пор нет, потому что официальные власти очень сильно сдерживают ход дела и не хотят признавать сам факт даже убийства этого человека. А вот политики, есть ли какая-то сформированная оппозиция по отношению к Израилю, к арабо-израильскому конфликту у тех претендентов на президентское кресло сейчас? Да, есть. Партия Макри, ПРО, она идет как бы про-израильской в силу того, что именно она поддержала Нисмана, и она выдвигает инициативу, чтобы работать по этому делу и раскручивать его, раскрывать. Все остальные кандидаты леваки, в принципе, как всегда в Латинской Америке, леваки, они настроены очень про Палестину, про израильский. Антиизраильский. Ой, да, антиизраильский, извините. Причем эта политика пошла очень давно. Этот антисемитизм европейского такого типа, он довольно характерен еще при военной хунте, когда военная хунта обвиняла евреев в коммунизме, в том, что евреи разносят коммунизм, и формировала к ним очень специфическое отношение. При Киршнер евреи стали виноваты в бедах палестинцев, иранцев, и здесь, в Буэнос-Айресе, как и в провинции, идет очень сильная пропаганда формирования такого мнения, что палестинцы — это чистые жертвы, а Израиль — это сателлист США, который несет очень большую угрозу. Поэтому как Сеоли, так и Серхио Масса, они не стоят на произраильских позициях. Ну что ж, мы будем желать успеха Маурисео Макри. А что в Гватемале, что это за странный такой кандидат, то ли клоун, то ли комик? Вы что-нибудь можете о нем нам рассказать? Ну да, это довольно специфический человек. Я вам скажу так, что в Гватемале очень долгое время были проблемы, особенно коррупционного характера, и люди просто устали. Они устали от людей довольно классического типа, которые обещают много всего хорошего, и в итоге ничего не делают, как предыдущий президент, и в итоге только разводят огромную коррупцию в стране. Поэтому они выбрали, опять же, президента из правого сектора, но, скажем так, более эксцентричного. И, в принципе, этот интенсивный немного наблюдается также в Штатах, где поддерживают Трампа, потому что люди, ну, скажем так, они устали от серости, от политкорректности и хотят чего-то более экстремального. Поэтому мне так кажется, что в Гватемале именно поэтому они выбрали этого довольно странного кандидата. Понятно. Но у него есть какие-то шансы там что-то сделать? Реально? У него есть какая-то, может быть, база? Он что-то делал до того в сфере экономики, может быть, политики? Или он только занимался вот карьерой эстрадной? Он занимался широкой общественной деятельностью, насколько я знаю. Я сильно глубоко не изучала эту тему, потому что в основном мы поглощены очень сильно ситуацией в Аргентине. И я даю по 6-7 интервью. Поэтому в основном по Аргентине я настолько глубоко не знаю его биографию. Что ж, спасибо большое, Китти Сандерс, журналист, писатель, общественно-политический деятель Аргентина. Спасибо. На сегодня все. Это была программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. Всего хорошего. С вами был я, Михаил Юровский.